Это импровизированное место посадки детей в школьный автобус на самом деле выезд с улицы Фёдоровской на перекрёсток. Однако здесь, ожидая транспорт у бетонной подпорной стены, юные пассажиры чувствуют себя в безопасности. Сама же остановка расположена примерно в 200 метрах. Вот только идти к ней нужно по проезжей части. Тротуара нет. К этой остановке дети подходят в сопровождении родителей. Очень опасный перекрёсток. Постоянно боимся переходить через этот перекрёсток. Потому что нет вообще ни тротуара, ничего. Практически на проезжей части. А вы деток сами не отпускаете сюда? Нет, конечно. Боюсь. Боюсь. Много всяких факторов, чего боюсь. Тоже в том же числе и машин боюсь. Заместитель директора по безопасности школы номер 27, которая находится в Любимовке, рассказал, что жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой обеспечить безопасность на перекрёстке и оборудовать остановку общественного транспорта. Ежегодно у нас проходит обследование маршрута школьного автобуса. Привлекаются сотрудники ГИБДД, привлекаются работники департамента городского развития. В этом году, в августе месяце, также проходила очередная такая проверка. Но, как говорится, ввоз и ныне там. Перекрёсток до сих пор не оборудован. Дети, видите, как находятся здесь. Сейчас автобус подойдёт. То есть здесь нет ни площадки для посадки автобуса. На этом столбе нет освещения, потому что сейчас ещё пока светло. А потом зимой будет темно. Дети в темноте практически садятся в автобус. О том, что на Качинском шоссе по направлению в сторону Любимовки есть остановка, говорит лишь дорожный знак. Знаки пешеходного перехода тоже есть. Но местные жители рассказывают, зачастую машины буквально вылетают из-за поворота на большой скорости и не успевают затормозить, чтобы пропустить пешеходов. На этом участке трассы нет знаков, ограничивающих скоростной режим. По словам местных жителей, за этот год на этом месте произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Здесь было очень ужасно, когда в мае закончились школьные занятия, а дети продолжали ездить во всякие кружки, там неформальные. То есть гурьба детей идёт по проезжей части. Смеются, толкаются. Это дети. Мимо пролетают машины. Людмила Мелинова подчеркнула, уже два месяца как начался учебный год. По этому оживлённому участку дороги каждое утро проходит много детей. И каждый раз их жизнь подвергается опасности. Руководители Департамента транспорта и дорожного развития и руководители Департамента благоустройства обещали к первому сентября остановку для детей и тротуарчик, чтобы можно было пройти к остановке, на которой сейчас будут садиться люди, безопасно. Потому что сейчас люди идут фактически по проезжей части, ничем не огорожены, не приподняты. Чтобы выяснить, на каком этапе находятся работы по обеспечению безопасности на небольшой развязке, редакция нашего телеканала обратилась в государственное бюджетное учреждение «Севастопольский автодор». В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время установят дорожные знаки, которые ограничат скорость движения на этом участке дороги до 40 км в час. Эту информацию подтвердил и сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Владимир Немцев. «Севавтодор» установил знак «Стоп» перед перекрестком, о чем мы договаривались на прошлом выезде. Что касается знаков, ограничивающих скорость движения, то на этой неделе «Севавтодор» обещал установить знаки 40. По освещению улицы Федоровской мы общались с управлением благоустройства. Они рассказали, что проработали вопрос подключения освещения на столбах «Севэнерго». Но вопрос финансирования, то есть вы же понимаете, это изменение в бюджет. Владимир Немцев добавил, что работы по подключению освещения запланированы на первый квартал 2019 года. Он подчеркнул, что представители Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта будут способствовать тому, чтобы проблема решалась как можно быстрее. Редакция нашего телеканала направит запросы в Департамент городского хозяйства и Департамент транспорта, чтобы получить полную информацию о работе на этом объекте.